Ник Перумов, эльфийский клинок Анотация Поставив последнюю точку во Властелине колец, профессор Толкиен закрыл дверь в созданный им мир эльфов и гномов, орков и гоблинов, хоббитов и людей, и выбросил магический ключ. Лишь одному писателю, Нику Перумову, удалось нащупать путеводную нить в таинственный и хрупкий мир Средиземья. Задача оказалась непростой, ведь каждый неверный шаг грозил потерей тропы. Каждое неточное слово могло погубить волшебство. Но талант победил. Мир Толкиен ожил, преобразился, заиграл новыми, ранее неведомыми красками и превратился в мир Нико Перумова. А задуманное как свободное продолжение Властелина колец произведения переросло в яркую увлекательную эпопею. Одну из самых заметных в российской и мировой фантастике. Ник Перумов, эльфийский клинок. Дрогнет запад и дрогнет восток. Сила, сила в руке. Девять звезд, синий цветок. Синий цветок на клинке. Часть первая, глава первая. Хоббит и гном. К вечеру затянувшие все небо тучи неожиданно разошлись. Алый солнечный диск точно на перину прилег у горизонта на легкие воздушные облака. На багровом небосклоне четко обрисовались острые черные вершины лунных гор. Наступал тот короткий час, когда день еще не до конца сменяется сумерками, но очертания предметов уже приобрели необъяснимую таинственную расплывчатость. И даже вечерние крики петухов становятся мягче и благозвучнее. Недавно убранные поля накрыл серебристый туман. Выплеснувшись из низины оврагов, он растекся окрест, превращая одиноко стоящие столетние дубы в темные острова посреди белесого призрачного моря. В окнах, разбросанных тут и там ферм, постепенно погасли огни. Хозяева укладывались спать. Ухнул филин, мелькнула стремительная тень Козадоя. На мосту через Брэндивен заперли ворота. Южнее, в Бэкленде, на высокую сторожевую вышку во дворе Брэнди Холла вскарабкался часовой хоббит с луком и полным колчаном стрел. Поправив сигнальный рожок у пояса, он принялся мерить шагами огражденную толстыми бревнами дозорную площадку. В нескольких милях к востоку угрюмо темнела сплошная стена старого леса, протянувшегося далеко на юг и восток. Караульщик поплотнее закутался в шерстяной плащ и оперся на перила, вглядываясь в стремительно поглощаемую сумерком даль. Позади первых деревьев леса еще угадывался просвет пожарной прогалины, но и его быстро заливал сумрак. На небе высыпали по-осеннему яркие звезды. Караульщик на вышке обернулся, внезапно заслышав легкие шаги во дворе усадьбы. Из боковой двери вынурнула небольшая, даже по невеликим хоббичьим меркам, фигурка, приоткрывшая ворота конюшни и тотчас же юркнувшая внутрь. Вскоре хоббит вывел оседланного пони, сел на него и, не торопясь, потрусил к ведущей на север дороге. Туман быстро поглотил его. «Ну что ж, обычное дело. Опять этот чокнутый по ночам шляется». Караульщик ухмыльнулся и сплюнул. «Совсем, видать, задурил себе голову этими сказками. Начитал все красные книги, и вот вам, пожалуйста. Что, лавры Мириадока великого покоя не дают? Уж сколько лет минуло. Поди, века три будет, и старый Бильбо, и племянничек его Фродо. За гремящие моря ушли. Чего теперь-то? И эльфы уплыли. Говорят, и гномы куда-то сгинули. Люди, и те стороной нас обходят. Чего ему не имется?» Мысли караульщика текли неспешно. Лениво, как и само тягостное, от прошлых времен оставшееся дежурство. Пони рысил по наезженной давно известной дороге. Впрочем, известной ли? Ночь властной рукою смыла привычные краски, дав на время иную личину каждому предмету и каждому живому существу. Хищно тянутся с обеих сторон к всаднику узловатые ветки. Точно когтистые лапы норовят зацепить за плечи, вырвать из седла. Куст вырастает на глазах, разворачивается, распухает. Не иначе, как из зеленых глубин появится сейчас какая-нибудь тень с фонариком в бесплотной, безтелесой руке. Надо уметь ответить. На поясе у хоббита висел, взятый тайком от старших, заветный гондорский клинок. Тот самый, что носил еще сам великий Мериодок. С таким оружием бояться нечего. От одного его вида должна бежать любая нечисть. Цок-цок-цок-цок. Все гуще тьма. Тени вдоль дороги выстраиваются в длинные ряды. Хоббиту кажется, что он узнает их. Вот, разве не стройный эльф-воитель приветственно машет ему рукой? Или разве вон там не оперся на тяжелый боевой топор неунывающий гном, беспечно раскуривающий трубочку? Хоббит давно бросил поводья и пони брел сам по себе. Ничего не было лучше этих одиноких прогулок летними ночами, когда оживают старинные сказки и предания, когда в любую минуту ожидаешь нападения, когда рука сама тянется к Эфесу. Под развесистыми вязами дорога делала крутой поворот. Здесь было самое страшное место. Слева сквозь заросли пробивался призрачный блеск глубокого темного пруда, окруженного густым ивником. Здесь всегда собирались ночные птицы их. Странные, непривычные для хоббичьего слуха голоса раздавались особенно громко. Но для замершего вседля всадника это свистела и гукола глумливая свита девятерых, возвещая их скорое появление. Хоббит закрыл глаза и представил их себе. Черные кони, точно сотканные из мрака в плотных наглазниках. Внутри их горит кладовской огонь. Их взгляды нельзя выпускать наружу. Мчатся, мчатся сквозь ночь. Ветер рвет черные плащи всадников. Бьются о бедра длинные бледные мечи, от которых нет ни защиты, ни спасения, ни истовый, ни людской злобой горят пустые глазницы. А чутье жадно ищет запах свежей крови. Вот-вот свита умолкнет. Заросли бесшумно раздвинутся, и хоббит окажется лицом к лицу с предводителем черных всадников. Жутко и заманчиво. Заманчиво от того, что в глубине души хоббит знал. Ничего подобного не случится. Кусты останутся неподвижными, и, спокойно миновав это место, он повернет назад, чтобы успеть выспаться перед трудным, полным домашних хлопот днем. Будет обычно размеренная жизнь, в которой все известно заранее, и ничто не меняется и измениться не может. Пони внезапно всхрапнул и остановился. В освещенном лунным светом проеме между стволами возникла коренастая фигура. На две головы выше хоббита. Неизвестного окутывал плотный плащ, так что видна была только отставленная в сторону рука с длинным посохом. Волосы у хоббита встали дыбом. Его охватил леденящий сердце ужас. Голос пресекся. Крик умер на губах. Неизвестный сделал шаг вперед. Пони попятился, дернулся и, потерявший равновесие, хоббит покатился в придорожную траву. Раздался торопливый перестук копыт. Пони проворно удирал, куда глаза глядят. Забыв обо всем на свете, хоббит перекатился на живот и вскочил, обнажив меч. Сколько раз у себя в комнатке он гордо выхватывал его из ножен, воображая, что сражается с орком или троллем. Оружие тускло блескнуло, придав хоббиту храбрости. «Эй, приятель, ты что, беленый объелся? Спрячь клинок!» Раздался из темноты спокойно чуть гортанный голос. «Не подходи!» Взвизгнул хоббит, отступая и выставив перед собой меч. «Стой спокойно, сейчас огня высеку!» Неизвестный нагнулся, что-то собирая на обочине. «Да убери же свой кинжал! Кстати, откуда он у тебя?» «Волнистый узор?» «Рукоять за цепом?» «Гондорски никак!» Что-то сухо щелкнуло, блеснуло и появился тонкий язычок живого огня. Пламя быстро разгоралось, осветив лицо незнакомца, наконец откинувшего капюшон. Хоббит с облегчением перевел дух. Гном. Самый настоящий гном. Точь в точь такой, как описаны они в Красной книге. Плотный, широкоплечий. Румяное лицо обрамляет окладистая борода. Нос картошкой. За узорным широким поясом тяжелый боевой топор. За спиной приторочена кирка. «Так ты гном?» Хоббит немного успокоился, но меча не опустил. «Откуда ты здесь? Куда идешь? Что ты ищешь?» Он продолжал пятиться, и в затылок ему уткнулись жесткие ветки придорожного кустарника. «Иду с лунных гор». Гном возился с костерком, подкладывая в огонь сухие веточки. «Новые рудные жилы ищу. Сейчас вот хожу по вашей хоббитании. Был в хоббитоне, в Делвинге был, теперь вот в Бэклэнд иду. Мне усадьбу Брэнди Бэков с того берега указали. Говорят, там переночевать можно». «А что же они?» «Уложить тебя не могли?» Подивился хоббит, укладывая меч в ножны. Страх прошел, оставалось любопытство и какое-то неясное разочарование. Всего-навсего гном. Впрочем, и гномы-то теперь почти перестали захаживать в хоббитанию. «В золотом пестике битком набито», — отозвался гном. «Так что же мы тут стоим?» — спохватился хоббит. «Пойдем, я как раз в этой усадьбе живу. Переночуешь, а завтра куда угодно будет. Идем, тут недалеко. Правда, пони сбежал, вот незадача. Ищу его теперь». «Так ты из Брэнди Бэков». Гном вдруг поднялся и с острым интересом глянул на хоббита. «Ну, давай знакомиться. Торин, сын Дарта, а родом я с юга лунных гор». «Фолка, Фолка Брэнди Бэк, сын Хэмфаста к вашим услугам». Хоббит церемонно поклонился, и гном ответил ему еще более низким поклоном. «Сейчас пойдем». Он нырнул в кусты, вытащил оттуда увесистую котомку, закинул ее за спину и зашагал рядом с хоббитом, пав вновь погрузившийся во мрак дороги. Только теперь она не казалась хоббиту ни волнующей, ни опасной. Они молчали. Тишину первым нарушил Торин. «Скажи, Фолка, правда ли, что у вас в Брэнди Холле хранится одна из трех копий знаменитой Красной книги?» «Правда», — несколько озадаченно ответил юный хоббит. «И она, и много еще...» Он вдруг осекся, вспомнив предостережение дядюшки Паладина. «Никому не рассказывай, что у нас хранится много рукописей, привезенных великим Мириадоком из Рохана и Гондора». Дядюшка никогда не объяснял, почему нужно поступать именно так. Обычно он подтверждал весомость своих слов звонким подзатыльником. «И много еще чего. Ты это хотел сказать?» Подхватил гном, заглядывая хоббиту в лицо. Тот невольно отвернулся. «Ну, что-то вроде этого», — нехотя буркнул он. «Скажи, а ты читал эти книги?» Не отставал гном. Теперь уже не только взгляд, но и голос Торина обнаруживал его чрезвычайный интерес к Фолка. Хоббит заколебался. «Рассказать все этому странному гному? Рассказать, что он единственный, кто за последние семь лет входил в библиотеку? Рассказать, как ночи напролет проводил он, склонившись над старинными фолиантами, пытаясь разобраться в событиях невообразимо далекого прошлого? Рассказать, что он заслужил себе дурную славу хоббита не от мира сего? Нет, не сейчас. Да и неловко как-то говорить такое первому встречному». Они подошли к воротам усадьбы. Пони так и не появился. «Лазай завтра по оврагам и за польям. Ищи дурака этого!» – уныло подумал Хоббит. «Да еще уши надерут!» Он совсем загрустил. «Фолка, ты что ли?» – раздался голос караульщика. «Куда пони разбойник подевал? Кто там еще с тобой?» Фолк оттолкнул калитку и вошел, не обращая никакого внимания на окрик. Однако Торин остановился и, вежливо поклонившись, сказал, обращаясь к неясной фигуре на вершине караульной вышки. «Торин, сын Дарта, гном с лунных гор к вашим услугам. Прошу вашего любезного разрешения заночевать под этим гостеприимным кровом, известным далеко за пределами вашей прекрасной страны. Смилуйтесь над уставшим путником, не оставляйте его под открытым небом. «Не обращай на него внимания!» – зашипел Фолка, хватая гнома за руку. «Иди, и все тут, пока он весь дом не поднял на ноги. Ну, давай!» «Эй, Кролл! Что тебе не имется?» – крикнул Фолка караульщику. «Он со мной, и все в порядке! Как бы твоя трубка не погасла за разговорами!» Хоббит решительно потянул гнома через двор. «Все, завтра дядюшке скажу! Завтра дядюшка все узнает!» – завопил обиженный Кролл. «Он тебе покажет!» Но в этот момент Хоббит со своим странным спутником уже скрылся в недрах огромного лабиринта усадьбы. Караульщик ругнулся, плюнул, а потом поправил соломенный тюфяк, устроился на нем поудобнее и вскоре дозорную площадку огласило сладкое посапывание. По длинным коридорам Фолка и Торин прошли мимо бесчисленных низких дверей в западную часть усадьбы. Облепившие склоны холма бревенчатые срубы в три яруса нависали над берегом Брэндивина, образуя нечто похожее на пчелиные соты. Здесь обычно селилась молодежь, пока не обзаведшаяся семьями. Фолк оттолкнул одну из дверей, и они вошли в небольшую комнату с двумя круглыми окнами, выходившими на реку. Усадив гостя в глубокое кресло у камина и раздув огонь, Фолка засуетился, собирая на стол. В закопченном камине заплясали рыжие язычки пламени, озарившие стены, небольшую кровать, стол и книги. Книги занимали все свободное место. Они заполняли углы, лежали под кроватью, громоздились на каминной полке. Старые увесистые фолианты в кожаных переплетах. Фолка принес хлеба, сыра, ветчины, масла, зелени, вскипятил чайник и достал откуда-то из тайника початую бутылку красного вина. Гном ел неторопливо, и Фолка, чтобы не мешать гостю, отвернулся к окну. Призрачный лунный свет заливал низкие берега Брэндивина. Вода каталась угрюмой черной массой, в которой, казалось, тонули даже отражения звезд. На другом берегу выселись острые вершины деревьев лесного удела, у пристани едва заметно мерцал фонарь. Фолка распахнул окно, и в комнату ворвались голоса ночи. Едва слышны плеск реки, шорох прибрежного камыша, легкое, но слитое гудение ветра в тысячах крон, которые жили сейчас своей особой ночной жизнью. И, как всегда, в такие минуты хоббита охватила острая непонятная тоска по чему-то необычному. Он представил себе, как уходили в свои ставшие знаменитыми странствия Билба и Фрода. Наверное, вот так же стояли у раскрытого в ночь окна и вглядывались в окружающий сумрак, а на дворе уже ждут гномы и друзья-хоббиты, и остаются считанные часы до рассвета, когда надо отправляться в путь, и никто не знает, суждено ли тебе вернуться.